Здравствуйте! Я... Как сказать... Пошли передам? Я хочу посадить эту петлю и я попрою Так, окей Мама, что я сделала? Ну, и пока вы смотрите пока он идет... Можна начать... Значит, семинар у нас свободно такое время. Семинар у нас не ригид. То есть вы можете задать вопросы... Давайте перейдем к нашему 1-2 в белых ночах и посмотрим что у вас там получилось. Поехали до 1-2 в белых ночах и посмотрим что у вас там это 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 Я так поняла, что я связала, вот эта другая любовь в определенный период времени. И тогда я это связала, вот этот опыт другой любви, я связала с известными, но с этими концовкой романа. Когда мы сказали, «Дон я Rag cling. Ладно, это было хорошо, потому что это бывает так, короче. И в конце, герой, мечтатель, увидел то, что он пережил этот миг настоящей блаженства, в этой восклицании, о которой он говорит. От этого опыта рождается вопрос, разве это мало на всю жизнь человека? И тогда я задала себе этот вопрос, и хочу задать тебе этот вопрос, ну и другим. Но если главный герой не был бы мечтателем, мог бы ли он делать опыт, это пережить этой другой любви? Потому что я подумала, что именно связи с этим уголком, это слово, которое мы думаем. В связи с этим уголком, кто-то, по-моему, правильно, заметил положительную сторону мечты. То есть, когда он пишет, кажется, что в этот герой можно жить completamente dissимильной к тому, что не похоже на то, чтобы прогнаться. Эта жизнь – это вещи чистые и фантастические. Идеальность – идеальность. Идеальность – вариация. Если есть положительная сторона мечты, может быть, именно это измерение в ее положительном смысле, то, что позволяет мечтателю для того, чтобы воспринимать эту другую любовь? Это мой вопрос. Не знаю, понятно. Это очень понятно. И мне даже казалось, что мы уже чуть-чуть об этом говорили. Мне кажется, что мы уже чуть-чуть об этом говорили. Мы с вами несколько раз повторили, что… что, да, все ее отрицательные свойства остаются при ней. Потому что, да, все ее отрицательные свойства остаются при ней. Поэтому так же, как ты говорил, вcas Steam – это поле, где может происходить то, не может происходить еще в реальной жизни. В workersе может происходить Dun segregated, что она может生ся теперь опять родителем. Где можно научиться демон ICМОumber чего можно научиться в реальной жизни. где можно получить опыт во всяком, хотя бы как бы слабое подобие опыта в своей форме деболе все-таки не слабый опыт, а вот слабое подобие опыта потому что это все-таки не совсем не то что ослабленный опыт а это как бы тень опыта но это все-таки что-то, хотя бы что-то, где можно почувствовать вот эту вот alternативу повседневности и в этом смысле пространство мечты оно очень очень важно это не только, так сказать, пространство вот этого научения другому типу поведения и другому типу мышления но это одновременно место где вот эти качества... но и в том же время это тоже место где эти качества которые очень часто выжигаются практическим опытом которые, так сказать, очень часто выжигаются практическим опытом как бы оказывается наиболее независимым от всех внешних влияния от всех влияния среды в которой человек становится более индивидентным и если он вдруг в какой-то момент предпочит рассматривать эту точку и если он в какой-то момент, в какой-то момент, в какой-то момент, в какой-то момент он предпочит рассматривать эту точку никак место в котором можно от всего этого укрыться и проживать свои маленькие жизни но как плацдарм из которого можно начать действовать то это будет та самая точка из которой можно начать менять мир вокруг себя потому что мир начинает меняться когда мы действуем не реактивно Потому что мир начинает менять когда мы действуем не в реактивном виде, а когда мы действуем проективно. Но когда мы действуем в проективном виде. То есть исходя из своего собственного желания, собственного решения, которое ниже не обусловлено. Это важный момент не только для понимания литературы, но и для понимания жизни. Ну как впрочем почти все о чем мы с вами говорим. Ну и поэтому на нем стоит остановиться чуть подробнее. И поэтому на этот момент важно остановиться в таком виде. Мы с вами практически все привыкли жить реактивно. Что это значит? Если вдруг не совсем понятно. Что это значит? Что это значит? Что это значит? Потому что мы реагируем на то, что к нам приходит извне. Поэтому мы используем слова типа «она меня рассердила». «Он меня обидел», «люй меня оффезо». «Он меня так раздражала, что я вообще уже работать не смогла». «Мя как внервозировал, что я уже не смогла работать». Ну вот используем, да, основном? Используем эти эспрессионы? Потому что вдруг я разговариваю с людьми которые полностью проективны, так сказать, про активны. Я это заинтересован, потому что я говорю с людьми полностью проективны, так сказать, проективны. То есть мы живем в состоянии, когда мы постоянно откликаемся на вот эти вот вызовы внешнего мира. То есть мы живем в состоянии, когда мы постоянно откликаемся на то, что нас этот мир провоцирует. И откликаемся в соответствии с тем, что нас этот мир провоцирует. То есть буквально мы в этом смысле как амебе. В этом смысле мы как амебе. Потому что ее там иголочкой ткнули, она сжала. Потому что амебе сжала, она сжала, и она сжала. То есть, если она сжала какую-нибудь вкусную иголочку, она не затянула. То есть мы, в основном, существуем. И мы, в основном, существуем в этом способе. Мы живем так. А это абсолютно не человеческий способ существования. Это, кстати, именно потому что мы решили и выбрали это важно подчеркнуть такой способ существования. И это именно для того, чтобы мы решили и выбрали это, что мы выбрали это, что мы выбрали. Мы думаем, что мы абсолютно не способны, в общем, как-то поменять среду вокруг нас. Потому что мы зависим от мира, а не мир зависит от нас. Потому что мы зависим от мира, а не мир зависит от нас. Если мы не реагируем на прямые уколы, как амеба, то мы реагируем на то, что от нас ожидает мир. И мы реагируем как организмы более сложные, но немного, но не так много. Как какая-нибудь мышка, как, не знаю, у тополина, который со сложной программой заложен в него инстинкт, да? У человека инстинкт нет абсолютно. И вот этот вот ролик инстинкт выполняет заложенные нормы. Среды, культуры, семьи. И мы действуем в соответствии с тем, что от нас ожидает. И даже, совершенно не задумываемся. То есть мы не думаем, что вот этого от меня ждут, я это сделаю. Или думаем очень редко. И мы не думаем, что мы ждем этого от меня, поэтому я сделаю это. Или не думаем, или не думаем очень редко. То есть мы это даже без размышлений делаем. Мы это делаем уже без думания. Вот. Но это тоже абсолютно не человеческий способ существовать. Но это тоже абсолютно не человеческий способ существовать. И вот тут надо, как бы, понять вещи, которые, традиционно, почему-то христиане тоже продолжают не понимать. И не любят понимать. И вообще ее не любят. И не любят именно это. Вот. Это тот момент, когда Христос предлагает подставить другую щеку. Вот. Я не знаю. Может быть здесь присутствуют исключительно люди, которые очень любят эту заповедь Христос? Но я, как правило, сталкиваюсь с людьми, которые совсем ее не любят. И готовы ее как угодно переосмыслить, чтобы только как-нибудь под нее не подпасть. Как правило, говорят, да, Христос сказал подставить другую щеку, но есть целый ряд исключений. Вот. Но, насколько мы помним с вами, да, Христос ни о каких исключениях, в любом случае не говори. Но, в принципе, мы читали ему так много discourts. Теперь нам нужно понять, что он собственно говорит и почему нам это не нравится. Груди успокоил incapaz. Тут нужно понять, что illuminere гн IV говорит, что ему говорят и почему это не нравится. А то есть сначала о том, почему нас это не нравится. WE начале изexistать «Пartmy почему это не нравится». Нам это не нравится именно потому что нам предлагают отказаться от реактивного способа поведения. Ну понятно же, тебе дали поднощики, ты в ответ даешь... ...un пугно. Да. È chiaro, se uno ti ha dato... ...uno schiaffo, tu, в risposta, gli dai un pugno. Совершенно естественная реакция человека, да? Это есть реакция, абсолютно натуральная, людей. Надо подчеркнуть слово реакция. И нужно сомневаться на этом слово реакция. То есть мы действуем опять-таки в соответствии с той провокацией, которую получили от внешней среды. Потому что это значит, что мы идём в correspondе с этой провокацией с внешней средой. И вот это действие в соответствии с провокацией своей внешней среды... Это действие, которое исходит из собственной внутренней нищеты. Это действие, которое исходит из собственной внутренней нищеты. Потому что это действие менее затратное, из всех возможных. Меньше всего энергии, сахар на размышлении и так далее. Потому что это действие менее затратное, в том числе энергии. Скажи меньше сахара. Меньше сахар. Меньше сахар. Меньше сахар. Сахар вообще дорогое удовольствие, да? Сахар дорогое удовольствие. Сахар дорогое удовольствие. Поэтому мы всегда действуем, исходя из минимума средств, которые на действие нужны. Мы всегда действуем, исходя из-за того, чтобы искать меньше энергии, которые нам нужны. А Христос говорит... И, когда Христос говорит... Вы, христиане, да? Вы, христиане? Вы, те, кто в меня верит. Вы, кто верит в меня. Вы, тем самым получаете внутренний доступ к абсолютно бесконечному источнику всего. Вы, для того, чтобы верить в меня, получаете доступ к абсолютно бесконечному источнику всего. Вы, для того чтобы верить в меня, получаете доступ к абсолютному источнику всего. И, для того чтобы верить в меня, каждый из вас, по этой причине, может быть, это самая сияжение абсолютного источника всего. Почему вы действуете исходя из того, что вы нищите? И, когда решigneете работать в отношениях MI ЧА ideas? Почему вы böyle вы начинаете� margin развиваться Zelda 16 wasted 3 и вы отвечаете casual casual bets? Зачите не в соответствии с тем, это что вас провокирует? Вы не должны ответить в соответствии с провокацией вы получили, а отвечайте исходя из собственного проекта мира. Вы должны ответить, начиная из вашего проекта в мире. То есть, вот эта вот вторая щека подставлена под удар, то есть, вот эта вот вторая щека подставлена под удар, это абсолютно не знак собственной униженности, это совершенно не знак собственной слабости, это не признак смирения, которое, как мы знаем, вообще не понятно, это, наоборот, знак внутреннего богатства, но это, наоборот, но это, наоборот, знак внутреннего богатства, это, наоборот, я говорю, я бесконечно богат, вот, хочешь, бей, пожалуйста, еще повторю. Можете сказать, что я все это придумала. Можете сказать, что я все это придумала. Поэтому мы показываем контекст, как всегда. Поэтому мы показываем, как обычно, с контекстом. Контекст на горной проповеди. И, это, наоборот, это, наоборот, что мы, наоборот, это, наоборот, то, наоборот, для того, как я уже говорил. Если кто-то попросит у тебя верхнюю одежду, дай ему все остальное. Сейчас найду еще точную цитату, там еще есть очень хорошая. Да, опять таки, все тот же контекст, да? Если есть у кого Евангелие, можете посмотреть, это Матфея, 5 глава, вокруг 41 стиха. Вы слушающим говорим. Вы слушаете. Любите врагов ваши. Любите врагов ваши. Благоварите и ненавидите вас. Благоварите и ненавидите вас. Благоварите и проклинающих вас. Благоварите все братья за краницей вас. П簡айте за вас обижающих вас. Благоварите, с чемпакатися у тебя по щече, подставь другую. Благоварите и руки за другую. Благоварите, че ты это во второй глаз и поспорь другую. Благоварите к примеру на верхнюю одежду и прикладите рубашку. а ки ти пренед и ла мантел ло ки че ла и дальше и кто принудит а это лука да и ки 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 а ублига камера фарае кон ки у петли стратага лука 2 лука чадвати четвертая а лутou калюккан и марина с лакримаги 熱и ло и лука 6 27 29 нации кондаватте 5 41 ввод то есть ввод собственного осматрится абсолютно м и как не надо сказать как выбор Лука 6.30 и, как conclusión, Лука 6.30 Всякому просящему тебя давай и от взявшего твоего не требуй назад и от взявшего твоего не требуй назад и от взявшего твоего не требуй назад Мне кажется, из этого контекста все абсолютно понятно А мне кажется, что в этот контексте все будет абсолютно очевидно и распространено А то, кто говорит, предполагается, настолько богат и настолько изобильным А, к чему она говорит то, что, предусловно, это предусловно что такие люди и так богатые, так и большие которые, соответственно, он может давать и давать и давать в ответ на любое требование что, в соответствии, они могут, в ответ И так всегда получается, что человек, который существует в реактивном взаимодействие с миром. У нас нет достаточно друзей, у нас нет ничего, поэтому мы можем только отмахиваться от всех, кто нас ударит. Это состояние реактивности. Как только человек решается в соответствии с вот этой вот просьбой Христовой изменить тип действия в мире. Действовать по-человечески. Действовать по-человечески. Действовать по-человечески. Действовать с собственным решением, с собственным желением, в отношении того, кто прежде тебе. Вы помните ситуацию великого инквизитора и Христа, о которой мы говорили в прошлом году? Это еще одно значение, что Христово поцелует там. Потому что великий инквизитор постоянно хреста провоцирует всячески. Потому что он его провоцирует на противостояние. Он его провоцирует на то, чтобы тот ответил на его войну. Он его провоцирует, пытаясь ответить, что Христово поцелу в войну. Он в какой-то момент исчерпал свои средства уже прямо ему говорится. И в какой-то момент, когда он уничтожит все свои инструменты, он его говорит уже в порядке. Что ты смотришь на меня с любовью? Почему ты смотришь с любовью? Рассердись. Я не хочу любовью твоей. Я не хочу любовью. А Христос в ответ все равно действует из своего собственного решения. Потому что в конце концов он его просто целует. И это знак любви и единения вопреки желаемому разделению со стороны. Вот. И вот, собственно, плацдарм для вот этой смены типа поведения. Да, мы можем найти вот в этом вот укромном месте своего мечтательства, да? Укромном? Укритом. Подписывайтесь на себя. Потому что как правило, эта способность желать и действовать из своего собственого freaking желания у нас довольно сильно отбита. И поэтому нам нужно вот это вот закрыто пространство, где бы мы могли воспринимать. И поэтому нам нужно вот этот мир, который мы хотели бы видеть вокруг себя. И представить себе, соответственно, тип поведения нашего в этом мире. И, соответственно, нам также представить, какой должен быть наш тип comportamiento в этом мире. И начать действовать в соответствии с этим решением. И начать действовать в результате этого решения. И, как мы видели, в белых ночах, на очень короткий промежуток времени, это происходит. И, как мы уже видели, в ноти бланки, в одно спазе очень breve, это происходит. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Вопрос просто великолепный и очень нужный. Белиссимо и очень нужный. Окей. Итак, я начну с фильма, но хочу это связаться с работой, которую мы делаем сейчас. Потому что, в фильме, мы говорили, что Талант Яна, это что вы, великолепный любовь, и его, что вера. Это как у меня. И, потому что она не будет на плот. И, потому что не будет стоять. Талант я руковод记, что этот результат, и это похважена. его призвание. Но я подумала, что в конце Бесса поговорит с невесткой и просит молиться в кровати и я, чтобы он мог жить и ходить. Словно ей понадобилось друг, чтобы воплощать ее собственный талант, талант веры. Откуда эта двусмысленность в конце, который у меня, по крайней мере, осталась, непонятно, является ли его спасением, то, что он стал заново ходить, были результаты того, что она так ходила с другими мужчинами, либо результаты молитвы. Спасибо, это очень важно тоже выяснить. И действительно, ты имеешь прямое отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. Но, чтобы понять это место, нужно вспомнить, что она не один раз просит Дороти с ней вместе с Малицией. Помните, все начинается с того, что когда его привозят первый раз, и Дороти должна быть там, но она говорит, давай ты со мной сейчас встань и мы помолимся. Вот, и там еще, нам этот момент всячески подчеркивает, чтобы мы его не пропустили, потому что там врач подходит, и он говорит, что мы не пропустим, потому что мы не пропустим, потому что он говорит, что ты делаешь здесь, что ты делаешь здесь? Вот, и... чтобы мы помолились. Нам надо вот сейчас помолиться. Но... Бессл... 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 И в последний момент, Но в конце концов, происходит вообще удивительное, потому что она идет вот совершать это действие. Потому что она идет вот совершать это действие. Вот это вот самопожертвование. Но ей нужно оставить украват Яна человек который будет при этом молиться. Почему? Если мы спрашиваем почему, мы видим все таки не очень хорошо понимаем что такое молитва. Молитва это не так сказать, не список наших пожеланий, которые мы можем передать. Молитва это собственно установление вот этой возможности вообще все передавать. И соответственно получать обратно. И поэтому также получать обратно. Один известный православный монах греческий XX века. Он говорил, что монах это радист. Как? Радист. Радио. 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 И, как вы понимаете, это абсолютно единое взаимосвязное действие. Потому что она как бы идет в действие добывать энергию для этого канала. А она держит связь, не дает ей сбиться, не дает ей... Поэтому мы совершенно не можем задать вопрос, это или это? Это абсолютно единое действие. И это как раз действие внутри решившегося на этом действие. И это просто такой азией, что начнет от того, что она решила. И это как раз действие внутри нас, действие в соответствии с нашей решением, не в соответствии с провокацией. Вы понимаете, что эти действия, которые начнутся внутри нас, то есть из-за того, что мы решили внутри нас, и не в реакции с внешним провокацией, они всегда выглядят очень дикими и неестественными. Они всегда выглядят, как слабые и иннатуральные. Вот. Потому что мы совершенно этого не ждем. Потому что мы все это не ждем. Мы абсолютно привыкли жить в этом реактивном мире. Потому что мы абсолютно обеспечены в этот мир реактивный. И в этом смысле можно сказать, что мы совершенно сдались как христиане. И в этом смысле мы можем сказать, что, как христиане, мы полностью уничтожили. Вот. Мы полностью уничтожили. Можно? Да? Продолжение. Мы всегда с этим. Еще сезисетель? Не смотря на... Попробую, как фидуция на методы, как дать спасти в каждой вопросе. Как доверие о методе, из которого можно задать любой вопрос. Я, понимаете, интерпретировала христологическую аллегорию в противоположном смысле, тому, что мы говорили вчера. Когда мы говорим, что Ян любовник, и что ее талант это вера, я это понимала, как Христос это Ян, это женихка, а она невеста вера. И тоже, когда Ян просит Бес делать неразумные вещи, это не то, что ты сейчас говорила, он просит мученишества, как это, например, случилось с Асиа Биби, которая сегодня будет сутка над нее. Он просит мученише неразумное, нерациональное, а мы отказываемся, как вот это то, что и поросили, и заниматься любовью с другими мужчинами. Это не уместна эта читательная? Да, это очень уместна. Нет, это не уместна. Нет, это не уместна. Мы всегда говорим, что символы, для того, чтобы быть, во-первых, сложным, во-вторых, разворачиваться в разных направлениях. Мы говорим татья-вторых, что символы, потому что это комплексно и потому что это может быть, и так далее. Очень даже можно сказать, что да, вот Ян Христос, он просит от него осуществлять его любовь в мире. И, конечно, можно сказать, что Ян Христос, и что он просит реализовать его любовь в мире. Вот. А то, что это происходит таким шокирующим наш способом. И, что это происходит, в таком случае, что нам шокирует так много? Вот. А как до нас еще достучаться? И как вообще нам показать, что, как выбить нас, из вот эти привычки, мыслить уже в определенных, мыслить, как мыслить, Еще один возможный поворот Потому что мы говорим, что в начале всего вина Бесс Потому что в начале всего вина Бесс Но в старославянских канонах, молитвах В канонах антигославии Христос все время называется виной бытия Христос века всегда называется Вина в смысле причина Вина в смысле причина Но в таком случае В нашем существовании и для нас очень часто причина это именно как раз вина. Но, если вы думаете, очень часто в нашей жизни эта причина, эта причина, это гроза. Потому что ты виноват в том, что это случилось. Ты, гроза, это гроза твоя, что это произошло. И... да... Это гроза твоя? Потому что да, потому что ты причина этого. Потому что ты, гроза этого. Вот. И в этом смысле можно сказать, что Бесс, она вина бытия Яна. И в этом смысле, мы можем сказать, что Бесс она вина бытия Яна. Потому что она несколько раз его вытаскивает из того небытия, в котором он пытается... Потому что она, в этом смысле, она как бы... она за него держится так же как Бог держится вот за человеку и за свое творение. Вот. И тогда вот тут вот возникает вот эта дорога креста, еще... дорога креста, да? И еще более интересная масса вещей. И тогда эта страда, этот камниноди креста, креста, не креста, креста. И еще более интересная масса вещей. Потому что становится понятно, почему Бог должен был дойти до вот этого полного самопожертвования. Потому что он вина нашего бытия. Потому что он вина нашего бытия. Он хочет чтобы мы были непременно. И он берет на себя все последствия этого своего желания. все это, все что мы сейчас говорили, Ларс вмещает вот в эту притчу, да, в один символ. И все это, что мы сейчас говорим, Ларс Фонтриер, он подходит в символы, в параболе. Хорошо, пожалуйста. У меня есть вопрос. Вопрос связан с тем, что мы сейчас говорим? У меня уже ответили. Немного ты уже ответил. Но, связи с этим вопросом, желание, молитва, мечта. Потому что, от чего радиешься, мой вопрос. Во-первых, вся драматичность, которая рождается от молитвы Бесса. Когда Бог просит у нее, ты уверена, что ты хочешь, чтобы он вернулся домой, она говорит, да. А потом происходит все то, что происходит. И, с одной стороны, лучше не просит. Либо не должен угадать, как правильно это просит правильно. И, с другой стороны, в конце есть техника. А второе, что я сейчас думаю, в связи с вопросом о мечте, это, что мы вначале говорили, что то, чего не хватает в мечте, это сопротивление материала. И, опять-таки, лучше не мечтать тогда, потому что неправильно мечтаешь. Потому что потом есть сопротивление материала. А, с другой стороны, говоришь, если не мечтаешь, ты не можешь проектировать. А сейчас, когда ты говорила, я понимаю, что это связано каким-то образом с тем, что ты говорила о вине бытия. То есть, наверное, без этой мечты, без этой молитвы не может рождаться никакого бытия. Но я бы хотела, чтобы это немножко... Спасибо, да. Дело в том, что ведь мы видим... Грация. В этой неправильной молитве Бесс... В этой неправильной молитве Бесс... Мы ведь все равно видим вот это вот... Вот эту вот попытку... ...в основном от рисук этого желания... ...ّ fiывstandутся изнутри своего желания... ...за движением, нач chemistry с ними, жить в мире, где единоплоть не разлучает. То есть, жить в мире, где это не есть норма, да, в этом мире уже норма, вот эта разлука. Вот, и все об этом как раз и говорят. Вот, и вообще мы тебя не так воспитываем. В общем, действует так как мы тебя воспитываем. Она действует изнутри этого своего желания. Да, она сталкивается с реальностью, она сталкивается с тем единственным способом, который Господь нашел для того, чтобы вернуть Яну. Да, она понимает, что она сделала все, что теперь надо исправить. И она исправит, что сейчас нужно исправить. И исправит свою жертву до смерти. И исправит ее, с его счетом, до смерти. Можешь повторять последнее? Она действует исходя изнутри своего желания. Она действует от своего желания. Реальность жесткая и ригидная. Она, так сказать, корректирует. Она действует от своего желания, который абсолютно выполняется, но выполняется абсолютно непредвиденным для ее способа. Она действует от своего желания, в его желания, что она не предназначена. О, я говорю вообще, что является выполненным. А я не просто привезла домой. Она теперь даже не могла уехать никуда. Она не могла уехать ни суть домой. Она создала свой положительный способ в какой он хотел. То есть, она получила так, как она хотела Никогда уже не может ее уйти Она была там и не могла лишать ее И теперь она начинает думать, как все это вообще исправить И тогда она должна начать думать, как корректировать все это Но мы, как неопытные деятели в мире Потому что мы все очень неопытные Потому что пока мы живем в состоянии реактивности Никакого опыта мы не получаем Потому что, когда мы живем в состоянии реактивности Мы, естественно, будем совершать ошибки И, естественно, мы продолжаем делать ошибки Да, но вы все так или иначе растите детей Вы все так или иначе растите детей Знаете, пока 10-15 раз не упадет, он не пойдет И, естественно, вы понимаете, что, когда ребенок не падает 5-10-15-100 раз Он не начинает прыгать Вот Там были вопросы Катя, он закончил, да? Когда ты говоришь, что желание абсолютно реализуется Это значит тоже, что полностью реализуется Неожиданным образом, напольностью И ее желание быть одной плотью Да, конечно Да, конечно Да, конечно То, что я лично думаю больше всего связано с этим вопросом У меня поражает Это тот факт, что ты веришь С другой стороны, осознаешь, что ты настолько сильный Веришь либо осознаешь В зависимости от интерпретации И вот это С одной стороны, для меня это огромная большая сила С другой стороны, это очень опасно Ну да И это меня немножко больнует Потому что где тогда равновесие? Потому что это опасно И ты можешь верить, что ты мощный, что ты сильный Но быть не в правильном пути Ну да, можешь Да Вот жизнь такая у нас Да Наши descentа вопросы Потому что мы все трясно богучие существы Потому что мы все 새цые существы будто мы все которые теря Wochen солна Ты мощный У нас muitas В этих случаях часто говорят Вот какое та тиезисчество В変емся Р Ple childish ces 35 Мне это идут И мы называем Мы все скромные, маленькие рабы большие. Мы все маленькие, молодые, свадьи. И Христос, между прочим, говорит одну вещь. Но я сначала расскажу маленькую историю. Но я сначала расскажу маленькую историю. Когда мы готовили выставку, которая в 2012 году была, по Достоевскому и западно-европейской живописи. Когда, в 2012, мы готовили выставку о Достоевске и оборудовании? И также оборудовании. Мы с студентами, с которыми мы готовили эту выставку, пошли в галереи офици. Мы работали с студентами в Галерея офици. Потому что, помимо всего прочего, это галерея, которую Достоевский 9 месяцев назад посещал чуть не каждый день. Потому что, по-моему, это было в Галерея офици, что Достоевский, по 9 месяцев, посещал почти каждый день. Да, он 9 месяцев в Флоренции написал роман «Идиот». Потому что он был 9 месяцев в Флоренции, где он закончился писать «Идиот». Вот. И стали там искать образы, которые мы просто не могли опознать в флоренции, потому что мы их не видели. и мы были в офици, и мы были в офици, и мы могли найти и найти иммунии, которые мы не могли найти в его церковь, потому что мы не видели. И вот, значит, они были в офици, и... и она примерно так хорошо представляет вообще принципы иконописи и она в ужасе мне вот так вот задыхаясь, говорила, что они рисуют и она мне подвозит к иконе Святого Франциска и она мне подвозит к иконе, что написано в традиции иконописи только в иконе есть принципы, но в иконе есть принципы чем изображение больше, тем важнее то есть там величина не в соответствии с перспективой, а в соответствии с значением и вот на иконе изображен большой, огромный Франциско Ассиски и в иконе имел огромный Франциско Ассиски и маленький Франциско и маленький Франциско и маленький Франциско и все, Зина бледная, я уже не буду видеть когда она будет в оборок падать а мне как преподавателю надо быстро все сообразить и я как преподавателю и мне как преподавателю чтобы девушка на месте у меня тут не умерла и я быстро говорю и я ей быстро обживаю и мне как упомянулся ты помнишь что Христос сказал? ты рим-корди? Присывал мне что любое из вас верующие в меня Иисус сказал, что каждый из вас, кто верит в меня, он делал, которое я делаю, что творит? Уже перевели. Он делает еще больше большим. Он делает еще больше. Вот. Но Зина осталась в ступоре, но в любом случае стоя прямо. Рина, Рина. Зина осталась шоккат, но осталась в плече. И я оставила думать дальше. И я оставила думать вниз. Это говорит, да? Моя говорила. Вся в христиане ждет того, что каждый из нас в урожай в меру больше не будет. То есть, что кристоси нас ждет, что каждый из нас Расскали, достигали, достигали, достигали И так же, как ребенок cresce То есть, падать, ошибаться, делать неправильно То есть, падать, ошибаться, делать неправильно И в результате учиться И в конце концов, учиться У нас просто нет никакого другого Мы сейчас говорим о том, что мечтает и желает Мне кажется, что есть разница И в романе, и в том, как тебе ответят на первый вопрос, хотят понять, что происходит. Безусловно, есть разница. Индубiamente, есть разница. Мечта отличается от желания. Именно тем, что мечта удовлетворяется самой собой. Она как бы вот и крутится в этом пустом прокручивании. Это как будто бы трогался на себе, в этом взрослых. Когда роман с колеса взорвался, приводной, вот у нас система из двух колес. Как будто бы велосипед. Она везде работает абсолютно в пути. Как бы она бициклета, как из двух роман с приводным романом. И мы крутим, если желание, то у нас приводной ремень работает. И мы крутим, и мы гирим, и как бы у нас тоже что-то строится, как мечтать очень хорошо. Но она никуда не ведет. Она у нас возникает и тут же рушится. И остаемся мы вот с одним вообще нольом. И остаемся мы вот с одним вообще нольом. Между тем любая работа с реальностью наоборот прибавляет энергия. И каждый из нас это просто по собственному опыту знает. И каждый из нас это знает по своей личности. Вы меня простите, я как бы следую за Ларсом Фон Триером употреблю шокирующий образ. Вы прошу, но следую за Ларсом Фон Триером употреблю шокирующий образ. Но там Достоевский это описывает так, что все равно этот образ все время на ум приходит. Но также Достоевский это использует так, что эта имя у нас постоянно в голове. Мечта это как анонизм. В этом смысле. Это как? Анонизм. А. Ты знаешь такое слово? Ни по итальянски, ни по русски. Я просто перевела. То есть это действие, которое направлено на себя самого. Это действие, которое вращение любви энергии абсолютно никого не включает. И что в этот революцию, в этом революции, в отношении любви энергии, не включает абсолютно никто. В 19 веке даже утверждали, и Достоевский творит внутри этого утверждения, что от этого истощаются и умирают. И в 19 веке... ...действительно в Италии, они сами знают. А, нет, ждите, я закончу прочитать. И потом не успею. В 19 веке... В 19 веке... И Достоевский, в этом революции, в 19 веке... В 19 веке и в 19 веке... ...за этого процесса? В 19 веке, в 19 веке, в 19 веке... ...взывали болезнь? Возвращение То есть истощают все умирает То есть истощают все умирает А у нас есть такое выражение Как сказать это? Ментально Но в русском языке тоже Да, тоже? Ахахахах То есть вот собственно Сейчас утверждают что нет от этого не умирает Наоборот хорошо живут А в самом деле верифицировать эти высказывания Не так просто как кажется на первый взгляд Но в реальности верифицировать эти высказывания Не так просто как кажется на первый взгляд И иногда кажется что в XIX веке тоже в чем-то был прав То есть вот это прокручивание Действия внутри себя То есть вот эта азиона Действия внутри себя Она всегда все равно способствует Истощению любого действия внутри себя Какое из-за что мы строим в целом В любом случае В любом случае В любом случае Это тоже то что выходит Или во всяком случае Готово выйти И действовать в вашу реальность Но, однако, мечта все равно это первоначальное место. Но, в любом случае, это место, где возникает, хотя бы как самый первый impulс, вот это вот наш желание видеть мир иначе. Дальше просто она может по-разному действовать, или так в себе и остаться. Поехали, мы это видим в тексте, потому что мечтатель остается... И мы это видим в тексте, потому что мечтатель остается внутри мечты. Вот, хотя, опять же, он тоже выходит из этой мечты, как раз в момент встречи с Настинка. Но, допустим, при встрече с книгами ему в этом смысле не помогло. Но, например, при встрече с книгами, в этом смысле не помогло. А вот у Настинка хватило встречи с книгами, да? Да, но у Настинка хватило встречи с книгами. Хотя не только с книгами. Потому что когда она говорит, и уж всякая охота мечтать прошла, потому что и без того было о чем думать. Потому что и без того было о чем думать. Она имеет в виду не только встречу с книгами. Ей не имеет в виду не только встречу с книгами. Но и встречу с жрецом. Я вспомнила, что, видимо, на час, в определенный момент мне читатель говорится, что он не желает, потому что это высшее желание, потому что если у него есть все, он сидит, он сам творится, создается в жизни, поэтому он говорит желание. Я тоже заметила этот отрывок и что он говорит, что говорит я нефтральное существо, нефтральное. А, да-да-да-да, окей. Когда он определяет себя как мечтатель, он определяет себя как человек, который смотрит, но не говорит. Он говорит буквально первый раз во второй ночи, когда Настейка просит рассказать свою историю, он говорит, я для того, чтобы смотреть людей, я их вижу в людей, но я, собственно, ни с кем не разговариваю. А потом меня поразило, потому что мне кажется, что Луи, что он меняется. В том смысле, что когда он описывает, в моменте, когда он цитирует все эти литературные произведения, после того, как он перечисляет все, он говорит, и в конце, чтобы был кто-то, который меня слушает. Может послушает, может послушает. Поэтому перед тем, ну вот этот мечтатель, как тип, который уже сыт, уже... Мне кажется, что при встрече с ней что-то надо было что-то добавить, должен быть что-то еще... Получить. Я не очень поняла, это вопрос или высказывание. Я не понял, что это вопрос или высказывание. Это было мое впечатление. Я хотела спросить. Очень, да, очень хорошее впечатление. Я бы его, могла бы даже развить, наверное... Возможно, высказывать ваше внимание на две очень важные, короткие предложения. Высказываете две очень важные, короткие предложения. которые как раз объясняют разницу, что объясняют, как оба герои привыкли и привыкли действовать в мире. Что в Мечтатель говорит Настеньке прежде чем начать рассказывать свою историю. Вернее, не прежде чем, а он уже чуть-чуть начал рассказывать. И Настенка ему там говорит прекрасную фразу. Вы прекрасно рассказываете. Но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно. Но он тоже очень странно отвечает, что я знаю, что я прекрасно рассказываю. И он тоже отвечает в очень аккумуляторе, и говорит, что я рассказываю прекрасно. Но извините, вот, иначе я рассказывать не умею. Но, извините, я не могу рассказывать в другую сторону. Вот. Это то, что нам надо держать в голове, да? То есть, она что отмечает? Она отвечает, что он рассказывает как-то так, что это не имеет отношения к тому, с чем она привыкла общаться. Как будто это что-то, что относится к тому, с другой реальностью. То есть, вот, в самом деле мы понимаем, что это то, что относится к области мечты, как раз. И мы понимаем, что эта прекрасность, что это то, что это это выражает, что это помешае, что это это позволяет, что это не так прекрасно, чтобы она даже чуть-чуть была похожа на действительно. но мечтатель ей говорит итак, прошу не перебивать меня Настенька а слушать покорно и послушно иначе я замолчу то есть он может существовать только в ситуации когда сопротивление абсолютно отсутствует дело в том что Настенька говорит абсолютно похожую фразу но только абсолютно другую смотрите что говорит Настенька как раз когда значит не перебивать меня а не то я пожалуй собьюсь но иначе но иначе но иначе Ассольте умилительно. Можно? Да. Это продолжение этой фразы. Она закончится так. Итак, слушайте умилительно. Что? С calma. Ну вот на самом деле, вот то, что Эдина перевела. В реальности, как я tradула умилительно. Это абсолютно точно соответствует русскому слову. Корриспонде esattamente alla parола русска. Потому что смирна это конечно и кон кальма. Потому что эта парола, что есть в русско, это означает и кон кальма. И прочее все, что вы сказали. Но прежде всего смирна это смиренна. Но, во-первых, это означает умилительно. То есть, мы с вами уже говорили, что как раз смиренна это то, что дает возможность через нас действовать в реальности иным силам. То есть, она просит, он просит слушать послушно и поскорно, чтобы не оказало ему никакого сопротивления. Иначе он замолчит. И это как бы вольное желание. Она просит его слушать смирно. И она просит его слушать смирно. И она, вновь, она просит слушать умилительно. То есть, как бы наоборот, соответствует ее высказыванию неким своим действиям. А, кстати, он, наоборот, иначе она не замолчит своим решением. Иначе она забьется, не сможет просто удалиться на что-то. То есть она говорит о том, что она собирается что-то делать и запниться в момент этого действия. И просит от него помощи в этом действии. А он от нее просит абсолютной пассивности. Потому что он будет разворачивать вот эту свою мечту или мысль, но он все равно привыкает разворачивать в ситуации мечты. Он привык ее разворачивать в вот этом пустом пространстве, где абсолютно ничего, никакого сопротивления нет. Я думаю, что Кристина хочет нам сказать, что мы все должны прекратить. Я думаю, что Кристина хотят сказать, что мы уже умерем. А что мы будем говорить с одним и два? Один и два, значит, дадим для него 20 минут для интенсивного обсуждения в начале лекции. Потому что согласитесь, что нужно было, вот то, о чем мы поговорим. Потому что, согласитесь, что нужно было, вот то, о чем мы поговорим.